Этот текст я писал в первую очередь для себя, потому как верю в такие вещи, что волей-неволей иногда накатываются сомнения из разряда «слишком хорошо, чтобы быть правдой», потому как есть устоявшееся общественное мнение, потому как окружающая нас действительность изо дня в день очень убедительно подсовывает свою реальность. Но я не хочу в нее верить. Нет, не в то, что все сейчас обстоит именно так, как воспринимают мои органы чувств, а в то, что именно так и должно быть. Что вот именно так нормально. Вот в эту «нормаль» все мое естество верить отказывается. Но какая разница, во что ты веришь, возразит кто-то. От твоих верований или нежеланий в нее верить объективная реальность не изменится. Ну, знаете ли, как знать, как знать. Время покажет, но речь сейчас не обо всем вокруг, а конкретно о личности. Во что готов верить лично ты. Ведь по большому счету каждый из нас во что-то верит. Мы не можем знать абсолютно все, проверить абсолютно все на своем личном опыте, да еще и подкрепить эти опытные знания неоднократным повторением. Соответственно, в каких-то областях, и чем меньше знаний, тем более обширных, нам приходится определенные сведения принимать на веру. И совокупность наших знаний, убеждений и верований и составляет наше мировосприятие, формирует наше мировоззрение. А в таком ключе уже будет сложнее отрицать, что то, во что я верю, основательно влияет на мой мир. Поскольку наша вера формирует наши поступки, а наши поступки приводят к результатам. Так во что веришь ты? В то, что живешь в абсолютно нормальном мире? Что вся эта борьба за выживание, добывание хлеба насущного, потоки лжи, агрессии, войны, уничтожение как себе подобных, так и всего вокруг, деньги, как основной мотиватор к действию и принятию решений, голод, нищета, неравенство, пандемии и прочие реальности нашего присутствия в этом мире – это норма? Что так и задумывалось? Что именно так планировал Творец? Плодитесь и размножайтесь, причем в муках, поскольку не в муках вы профукали, ибо согрешили, вкусив плод познания добра и зла, так что теперь вынуждены отрабатывать все свои грехи. И того, кто качественно отработает покаяниями, смирением и молитвами, ждет рай. А вот вершина смысла твоего существования. Или нет, ты веришь в случайность всего происходящего, что нет никакого разумного замысла, никакого Творца. Все произошло в результате триллионов бессмысленных повторений и селекций по принципу адаптации к окружающей среде. Что вся эта безумная гармония в микро- и макромире, вся эта потрясающая красота природы, все эти сбалансированные и взаимосвязанные законы, сложнейшие и до сих пор неизученные явления – просто результат бесцельной эволюции. И, как следствие, твое существование тоже бесцельно. А не кажется ли вам, что именно такое мировоззрение привело к тому, что мы стоим на пороге в никуда? Что с таким мировоззрением мы вымрем так же, как вымерли наши предшественники? Или вы верите, что мы единственные и неповторимые, кто топтал эту землю за всю историю человечества? Так а во что верю я? Во что такое слишком хорошее, чтобы быть правдой? Я верю в то, что случайностей не бывает. Что даже то, что можно назвать случайностью – либо непознанная закономерность, либо запланированное отклонение. И если есть что-то запланированное или закономерное, то есть тот, кто все это планировал и эти законы писал. И что все в этом мире работает по этим четким законам, прописанным программам и алгоритмам. И чтобы в этом мире гармонично жить, эти программы нужно изучать. И раз есть тот, кто создал все это непознанное нами до конца великолепие, то он вкладывал в это какой-то вполне конкретный смысл. И в нашем существовании тоже этот смысл присутствует. И достаточно глупо предполагать, что вложив в наше существование какой-то смысл, он постарался сделать так, чтобы мы о нем не догадывались и всю нашу жизнь его искали. И раз уж так получилось, что во смысле своего существования мы лишь строим догадки, то на то есть определенные исторические причины, и они познаваемы. И что все в мире познаваемо. И раз уж этот мир познаваем, и от животных человек отличается наличием аналитического аппарата, позволяющего именно изучать, познавать, делать выводы и на основании их создавать что-то новое, то вполне очевидно, что и основной смысл нашего бытия в познании и созидании. И раз уж мы сотворцы, помощники, то навряд ли творец намеренно усложнял нам жизнь, создавая агрессивную среду обитания, условия, где львиную часть своей короткой жизни необходимо тратить на выживание. И что наша жизнь не должна быть столь коротка. Наши возможности столь ограничены, а наш неминуемый уход столь трагично непонятен. Что человек может жить без войн, болезней, агрессии и разрушения. И раз уж сейчас так не выходит, то на это тоже есть причины, которые можно и нужно устранить. Я верю, что мы живем в океане энергии и информации, и просто не умеем всем этим пользоваться. И что раз уж из маленького атома выделяется огромное количество энергии, то возможен и обратный процесс. Что мысль материальна, как, впрочем, и все в этом мире. И что свою жизнь мы творим именно мыслями. И что именно наш разум — главный инструмент созидания. Что человек — существо социальное и коллективное. И раз уж мы объединяемся в коллективы для создания чего-то большого, неподвластного одному человеку, то и объединение этого самого главного нашего инструмента позволяет творить невероятное. Позволяет творить миры. Просто нужно знать как. И главное — я верю, что смогу жить в таком мире, не разрушая его. А сперва, объединившись с теми, кто тоже в это верит, создать его. Как вам такая вера? Скажете, слишком утопично, слишком идеально, чтобы быть правдой. Ну так я с этого и начал. И знаете, что самое прекрасное во всем то, во что я верю, что знаю и в чем убежден? То, что все эти пазлы моего мировоззрения невероятно гармонично складываются в полную непротиворечивую картину мира, в котором захочет жить любой вменяемый человек, считающий себя разумным. И пусть этот мир не является сейчас реальностью, он более логичен, нежели тот мир абсурда, в который мы добровольно себя загнали, и что самое страшное — поверили в его объективность, безальтернативность и адекватность. И пусть этот мир не является сейчас реальностью, но есть четкие инструкции и инструменты, как его реализовать. И мне не нужно ждать своей смерти, чтобы узнать, ошибаюсь я или нет. Так почему мне не верить в такой мир и не прилагать усилия, чтобы его приблизить? И почему бы вам не поверить в него?